Здравствуйте, уважаемые любители здоровья и красоты от морковки! Сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, как вывести лишнюю воду из организма. Избыток воды в организме приводит к появлению отеков, мешков под глазами и увеличению в весе. Ноги увеличиваются и не помещаются в привычную обувь. Пальцы на руках некрасиво распухают. Все это доставляет неприятности. Каковы же причины всего этого и как вывести лишнюю жидкость из организма самостоятельно? Давайте сначала разберемся, откуда взялась лишняя вода. Лишняя жидкость в организме говорит о проблемах со здоровьем. Возможно, почки не справляются со своей работой или сердце начало давать сбой. Конечно, стоит обратиться к врачу. Но чаще всего вода задерживается банально из-за неправильного питания и употребления большого количества соли. Лишняя жидкость в организме еще и прибавляет вес. Каковы же причины задержки воды? Первое – недостаток воды. Все слышали, что в течение дня нужно выпивать не меньше двух литров воды. Но мало кто выполняет это условие. Чтобы удовлетворить суточную потребность в воде, мозг дает сигнал организму накапливать воду. Попробуйте поставить рядом с собой бутылку чистой воды и выпивать ее за день. Пейте понемногу, но часто. Недельки через две организм привыкнет и перестанет запасать лишнюю воду. Вторая причина задержки воды – это мочегонные напитки. Алкоголь и пиво в том числе обладает сильным мочегонным эффектом. Также действуют чай, кофе и газированные напитки. В больших количествах они могут привести организм к обезвоживанию. Как следствие, организм запасает столь драгоценную воду в отеках. Старайтесь пить больше чистой воды. Третья причина – избыток соли. Одна молекула соли связывает 20 молекул воды и оседает в жировых клетках. Они увеличиваются в объемах. Так появляется лишний вес. Кроме того, организму требуется дополнительная вода, чтобы вывести вредную соль из тканей. Круг замыкается, отеки никуда не уходят. Употребляйте меньше соленых продуктов, таких как чипсов, соленые рыбы, орешков к пиву и так далее. И опять же, пейте больше чистой воды. Четвертая причина – питье на ночь. Вода, выпитая после 20 часов, сильно перегружает почки. Утром лицо будет опухшим. Старайтесь выпивать большую часть воды до 6-7 часов вечера. Пересмотрите свое питание. Возможно, вы допускаете описанные выше ошибки и даже не замечаете этого. А еще есть безопасные и простые народные методы, как вывести жидкость из организма быстро. Итак, какие же бывают продукты, выводящие жидкость из организма? В летнее время очень полезен арбуз. Он не только выводит воду, но и хорошо прочищает почки, улучшая их работу. Вывести лишнюю жидкость из организма также помогут дыни и огурцы. Раз в неделю устраивайте себе арбузные или огуречные дни. Вы заметите эффект в первый же день. Весной поможет березовый сок. Он не задерживается в тканях и быстро выводит соль и шлаки. Это замечательное средство, его можно пить 3 раза в день по одному стакану. Зеленый чай и каркаде также известны как легкое мочегонное средство. В отличие от черного чая, его можно и даже нужно пить в больших количествах. Овсяная и рисовая каши также отлично выводят воду. В рисе содержится мало натрия, который удерживает воду, и много калия. Он выводит соль. Профессиональные спортсмены перед важными соревнованиями устраивают себе так называемую сушку. Кушают только несоленую рисовую кашу в течение нескольких дней. Свежие фрукты и овощи не содержат соль. Чем больше вы их кушаете, тем лучше будет ваш солевой баланс. Свекольный и капустный сок помогают против отсеков. Употребляйте продукты, выводящие воду из организма, содержащие калий. Это тыква, кабачки, капуста, баклажаны, яблоки, абрикосы и сухофрукты. Вот это то, что касается продуктов, которые выводят лишнюю воду из организма. Но что же можно сделать еще? Вывести лишнюю воду из организма поможет сауна и баня. Лишняя вода и соль выйдут с потом. Регулярное посещение сауны еще и помогут похудеть. Физические упражнения ускоряют метаболизм, помогают вывести жидкость через потовые железы. Против отека ног хорошо действует бег, ходьба, аэробные упражнения и катание на велосипеде. Мышцы ног сокращаются и отек уходит. А еще раз в день на 1-2 часа полезно поднимать ноги выше уровня сердца. Например, когда лежите на диване, подложите под ноги подушку. Отек лодыжек быстро пройдет. Это особенно полезно людям в возрасте и тем, у кого сидячая работа. Но если же ситуация критическая и нужно срочно вывести жидкость из организма, то воспользуйтесь мочегонными препаратами, но не злоупотребляйте ими. Таблетки, выводящие воду из организма, вымывают из тканей кальций, калий и магний. Принимать их можно только под наблюдением врача. Лучше отдайте предпочтение природным мочегонным средствам, например, травам. Травяные сборы обладают более мягким мочегонным эффектом и не вредят организму. Например, настой из березовых листьев. Измельченные сушеные листья можно купить в любой аптеке. Нужно взять 2 столовые ложки сухих листьев и залить стаканом кипятка и дать настояться 30 минут. После чего настой нужно процедить и добавить соду на кончике ножа. Пить по 1 чайной ложке 3 раза в день. Можно принимать чай из шиповника или брусники. Нужно заварить сушеные ягоды, как обычный чай, и пить по пол чашки 2-3 раза в день. Сильные мочегонные действия оказывают семена укропа. Нужно взять 1 столовую ложку семян укропа и залить стаканом кипятка и настаивать полчаса. После чего процедить и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Также можно сварить компот из сухой кожуры и яблок и пить по пол чашки 5 раз в день. Если вы уже что-то пробовали из предложенных методов и вам это не помогло, не отчаивайтесь. Помните, что одно и то же средство для разных людей может действовать по-разному. Пробуйте разные методы и вы найдете свой. Возможно, именно вам поможет березовый настой или отвар шиповника. Тогда вопрос, как вывезти воду из организма быстро, вас уже не побеспокоит. Ну а на этом все. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!